Я вас приветствую, товарищи! Сегодня я хотел бы коснуться темы грязи в игре. Но не того, как закрыть неиграемые струны и что-то подобное. По этому поводу уже было снято много видео, вы их можете найти и на моём основном канале, и на патреоне, и в общем материала более чем достаточно. На самом деле, сегодня я хотел бы поговорить на тему допустимости грязи. Когда, в каких случаях можно себе прощать некоторые грязечки, жужики и всё такое прочее, а когда этого делать не следует. Опять же, в одном из недавних видео я эту тему так или иначе поднимал, но сегодня уже конкретно с примерами. На моей практике встречаются две основные крайности в плане восприятия собственной грязи. Первая крайность – это когда человек допускает всю грязь, любую вообще грязь, которая лезет из-под пальцев. Почему? Причин в этом бывает множество. Одна из основных – это что человек просто не слышит того, что у него происходит, и, соответственно, не может убрать то, чего он не понимает, не слышит и не знает о существовании. Кто-то может быть считает, что это типа рок-н-ролл, и можно, в общем-то, нам всё это забить, но неважно. Вторая крайность. Как правило, это люди, скажем так, искалеченные ложным представлением об обучении, о преподавании или о самообучении, которые считают, что ни один даже самый мелкий жужик какой-то, он совершенно недопустим. Эта точка зрения, на мой взгляд, не очень верная, потому что в реальной игре всё равно гитара-то, как это очень грязный инструмент сам по себе, все эти жужики пролезать будут. И в изолированных партиях Марти Фридмана, Зака Вайлда, Петручча, вот этих всех товарищей, мы всегда услышим какие-то там посторонние звуки, помимо тех, которые извлекает сам человек. Но в каких же случаях можно себе простить грязь, а в каких случаях от неё надо полностью избавляться? Моя точка зрения следующая. Если вы играете вот с самого начала, то есть занимаетесь прямо вот с самых-самых основ, делаете там какие-нибудь упражнениями, вот какие-то такие вещи очень простые, которые непосредственно направлены на самую такую базовую, фундаментальную механику, то в этом случае прощать грязь себе нельзя ни при каких условиях вообще. То есть любые бары, вот эти, это всё недопустимо. Фон от соседних струн, когда у вас вот это начинается, и там от тонких струн, неважно, это недопустимо. Там должна быть чистота идеальная. Почему? Это очень стерильное упражнение, очень именно механистичное, можно так сказать. И там конкретно необходимо вот прям максимально утрированно, максимально, опять же, стерильно выдержать все те требования, которые к этим упражнениям предъявляются. Повторяю, в них нет музыки. Это чистая механика, это чистая наработка каких-то навыков. Там желательно себе не прощать ничего. Когда можно начать себе прощать, собственно, грязь? Ситуация первая, это когда эта грязь, она, собственно, может прозвучать музыкально. Ну, например, в каком-нибудь соло, которое основано на обычной пентатонике, а на пентатонике основано подавляющее большинство, на самом деле, роковых соло. Ну, например, какой-нибудь ход типа... Что-то вот такое, например, ну, какая-нибудь вот такая вот фраза. Многие упарываются и начинают вот эти вот вещи... Вот эти вот штуки играть с перекатами. Как правило, это вызывает то, что ноты начинают стоять друг от друга отдельно. То есть начинается не вот это вот, вот это смачное, да, смачный вот этот въезд, бары. И, собственно, эта кварточка-то, она в тональность укладывается. Это ре минор в данном случае. А начинаются вот эти вот такие вот прерывистые звуки. И они сразу, в общем-то, разрушают всю артикуляцию, всю динамику вот этой фразы. То есть нет вот этого, можно сказать, рок-н-ролла и всякого такого. То есть если так, грязь, которая здесь продуцируется, в силу того, что там позиция там такова, да, там пальцы удобнее так положить и всякое такое. Если грязь эта при этом звучит музыкально, то, на мой взгляд, ее можно оставлять. Она здесь действительно, в общем-то, абсолютно в тему. И второй вариант. Это, собственно, когда помимо грязи у вас есть что-то, что способно внимание слушателей перетянуть на себя. Например, если мы возьмем того же Фридмана, вот эти все его фирменные... Все вот эти вот фирменные его какие-то там подобного рода, там, вибрато, бенды, там, да, когда... Ну, блин, вот такие вот вещи, да, когда там въезд какой-то адский. Ну, хорошо, ну, даже что-то там, если зафонило, где-то сзади там струна завелась. Да ничего в этом страшного нет. Почему? Потому что если у тебя есть такое вибрато, если у тебя есть такие бенды, звукоизлечение, там, опять же, динамика и так далее, да пофигу, по большому счету, на все вот эти маленькие грязьки, пока они не заслоняют то, что ты играешь. Таким образом, если вы, например, начинаете разучивать какое-то соло, которое требует вот вложиться, требует того, что ноты надо действительно выдрать там и как следует извлечь из гитары, там некоторую грязь, которая, опять же, не перекрывает ваши ноты, можно себе немного простить. Если же, опять же, эта грязь звучит более музыкально, и если она вполне допустима, или если избавление от грязи рушит артикуляцию фразы, как вот такие вот вещи, да, когда там перекаты, вот эти все вот эта вот фигня начинается. Ну, без них, очевидно, лучше звучит вот этот вот кусок, чем, то есть, если просто барышкой въехать, да, вот в эту кварту, чем если там перекатыванием заниматься. То же самое, можно допустить, это грязь, но которая грязь, вкусная грязь в тему. Но если вы занимаетесь фундаментом, упражнениями, совершенно такой вот постановкой самой-самой основной механики, да там, на мой взгляд, допускать этого не нужно. Потерпите какое-то время, это вообще не рок-н-ролл, все эти упражнения, это не музыкально, и там задачи не музыкальные состоят перед этими вещами, когда вы их делаете, когда вы ими занимаетесь. Так что выполните их так, как, собственно, требуется на этом этапе. Потерпите немножко, и потом у вас будет уже музыка, где можно немножечко вожжи приотпустить, так сказать. Поэтому, товарищи, реально оценивайте те вещи, которыми вы занимаетесь, реально подходите к требованиям, к этим вещам, слушайте звучание в первую очередь, потому что оно, на самом деле, говорит больше, чем любой ролик на Ютубе, о том, допустимо, грязь в данном случае или нет. Но слушать тоже нужно привыкнуть. Поэтому развивайте слух, занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитарах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok